так приветствую дорогие друзья на связи грим оптимист мы с вами продолжаем пытать счастье в stalker и фотография невзирая на баги всякую хрень будем проходить эту игру потому что я чувствую что в ней есть потенциал несмотря на все это вот дерьмище вот и значит мы как вы помните подрядились искать плащ мне там сказали что деревня южнее находится я правда затрудняюсь сказать что тут за деревня нужнее вот это что ли миротворческий корпус говорят нам по идее нас генеральное задание вернуться генералу смиту но сначала мы хоть я хочу разобраться с плащом по стали какая-то машина давайте посмотрим вот насколько мне известно по комментам предыдущему выпуску баги в этой игре есть нельзя залезть внутрь это жалко так интересно там обойти можно читая сомневаюсь сильно ребят ладно пойдем через суда вот баги в этой игре есть ну это понятно ребята то есть это мод любительский без багов не бывает ни к одной игре тем более к stalker где и сам-то движок корявый как непонятно что вот поэтому будем пытаться как-то бороться с этим ну или по крайней мере терпеть но конечно если будет совсем какой-то ад будут там постоянные вылеты запарование сохранений там не работающие скрипты я конечно сразу забью на это но пока пока будем стараться как-то проходить так обходим все это дело такой звук был как будто марок ворона блин у меня на плече си так давайте-ка пушку то достанем а то что ты как-то это так стоп карту не на вниз по-любому я боюсь как бы мне не убиться с такой высоты то нормально так понятно тут у нас радиация там или чё так детектор аномалии у нас фу то есть артефактов нет случайно нету а тут же вообще нету их это же к первому stalker мод чё за хрень там бегает так нам сюда ребята вот сюда кукушка не буду спрашивать сколько мне жить осталось что-то не подсказывает что недолго твою мать так какого черта у меня переключился режим стрельбы эти прикол у меня режим стрельбы почему-то переключился я не знаю что я нажал но что-то очень нехорошее так какой-то видимо из кнопок давайте посмотрим настройках блин я чуть было жизни за этого не лишился вот глупость так оружие один тип патронов огонь следующий режим стрельбы до 0 9 до странное вроде не нажимал окей ну давайте возьмем копыта кабани не уверен что они конечно представляют какую-то большую ценность но знаете пригодится так нам туда так фризончик лично главное чтобы это я буду сохраняться почаще потому что я совершенно не хочу заново все проходить для ребят это какая-то какая-то деревня я не знаю но она по моему слишком это так что за фрезы а какая-то она больно не похоже на деревню южнее тут ну только вот то есть юг то внизу да вот южнее ну окей так там кто-то есть не знаю хорошо это или нет она своей отлично привет меня не пустишь это бандиты но они нейтральны ко мне то есть они нападают а можно сюда сесть интересно тоже нельзя блин я знаю что теоретически в сталкер заложено возможность ездить на транспорте поэтому я и пробую хоть она и не была реализована ни в одной из игр наверное она и к лучшему на самом деле не сильно она нужна честно скажу поговорим привет может махнемся паба патронная традиционный парад ты бандитская куртка то ну нафиг ничего особо ценного я патроны бы для галаша бы взяла так как то не очень то я на этих много потратил наша задача плащ искать че это было я помню что такие ящики по моему можно ломать или нельзя странно не ломаются блин но а это не те видимо ящики да окей будем искать те такой смачный этот нож кстати если я не ошибаюсь какой-то сок по моему ну короче что такое танта кстати лезвие танта о чё это я нашел канистру с бензином канистра нифига себе а вот и то что я говорил ящики стоит кстати неплохо канистра с бензином еще бы знать зачем она нужна столько домов давайте все будем обследовать так она чердачок тут заглянем мало ли вдруг здесь кто-то что-то заныкал хотя тут конечно все проглядывается но stalker и самое главное ребята этой ну вот атмосфера исследования потому что сам геймплейный процесс достаточно слабо в нем реализован относительно конечно именно поэтому мне кстати он и нравился всегда я хоть и люблю любитель stalker но я не оголтелый фанат то есть такой просто я трезво жена вещи я люблю stalker особенно 1 но при этом не закрываю глаза на все его косяки я считаю это самый такой разумный подход так тут подвал есть только ну-ка-ну-ка а еще канистра блин я так сейчас на весит немало канистра ну ладно пусть будет я не знаю не уверен что здесь есть транспорт возможно действительно он есть если если он есть то бензин не пригодится мне главное чтобы игра не вылетала вот и чтоб скрипты срабатывали все остальное от фигня можно можно терпеть тормозов нету особых тоже тоже это ну игра то старая еще она тормозила мне удивился вот чисто небо stalker он вообще почему-то тормозит я не дописали люди что вроде как у них идет на максимуме не знаю ребят и вы видимо счет не все на максимум включали всякие там мокрые дожди и там мокрые дожди говорю намокание поверхности там все вот это все включить у меня лично там объемный дым еще какую-то херню вот у меня лично тормозит в таком случае надеюсь там сейчас кровосос какой-нибудь не встретиться здесь с ножом-то в руки что там у нас ну-ка блин меня прямо подмывает туда сходить ребят так давайте сохранимся я знаю что опасно может быть так вот ходить тут я ничего здесь нету тут по-моему они кстати при движении раскачку прицела больше сделать теперь когда персонаж ходит вот так подкачает не сказал бы что это критично но немножко мне как-то мутит когда так все хорошо что они сделали принципе это еще за крики годзилла тут что ли где-то был так на чердак нам как то есть возможность забраться потому что этот хрен который плач свой просрал благополучно вроде говорил что вроде как наверху где-то у него плач на пока я не вижу как-то разобраться то есть видимо чуть только если через верх как-то на крыше туда тоже особо нигде ниоткуда не заберешься не знаю может еще нет нет не понимаю но пока вот так так давайте еще здесь посмотрим развалина вдруг что то есть ничего там еще дома кстати с той стороны мы сначала вот эти на нас этой стороны дома обследуемся потом уже будем стой чтобы не нарушать порядок от не помню эти дома по моему все обследовал на сейчас глянем еще если чё быстренько тоже не ломающиеся ящики окей ай хорошо да тут неплохо можно разжиться спасибо этому человеку который посоветовал сюда сходить теперь у нас есть много что хорошего и это еще не предел как говорится потому что учитывая что пить здесь обязательно нужно есть думаю что деньги нам не помешают лишние с дейзом конечно ребят кстати печально вышло блин лишний раз скажем так поговорка с купе платит дважды покупал все нормально за полную цену то все было бы хорошо я не знаю может это видео выйдет еще до того как я выложу видео что у меня с дейзом все там накрылась так стоп значит он на ту сторону сейчас но нара после все таки выложим он нам еще никуда бы сходить но сейчас сначала наверх на нас ходим если тут можно поднять вам нельзя интересно какой-то туннель давайте туда сходим нифига себе там так давайте сохранимся что-то мне это сык одна тут как-то чувачок здесь чужакам вход запрещен если флайер есть предъяви если нет ноги в руки окей нельзя нам пока суда подождем какой-то флайер нам нужно для этого ладно чё подождем может дадут потом нам его по сюжету флайер этот о так давайте сначала сюда зайдем а сюда нельзя зайти понятно значит идем наверх так окей газ зачем он вообще не знаю что с ним делать то не пройти так давайте на чертах заглянем плащ может я бы просрал уже я такой невнимательный человек достаточно мог и мог и пропустить но если что вы мне в конце серии напишите следующий вернемся но по-моему я ничего не пропускал довольно внимательно смотрел все равно смотрим наверху тут домов нет больше карта я так понимаю с 0 создана но молодцы нарисовали конечно видно что топорно сделано видно что непрофессионалы делали но все равно молодцы спи ой ну-ка 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 с топливом канистра это куда это меня занесло ну-ка понятно интересно так наверх наверх не забываем про плащ нет плаща блин чё куда он его отдел хоть бы сказал в каком доме что не помнится всем идиот какой то что надо же помнить куда ты плащ ты сводил как-то запоминать так а мы уже зашли сюда и вышли оттуда понятно а зашли сюда то есть здесь мы не были они здесь были так так то туплю 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 ребят здесь здесь мы не были вот тут ничего нет крайней мере я не вижу что что-то было оттуда вышли точно отсюда я как-то это заблудился немного да по-моему отсюда да да отсюда вышли продолжаем шмонать дома все так что это такое ну-ка давайте глянем сух паек один нормально что у нас это бензин это дистоп нас еще только нет уже блин даже он баллон с коллоидным газом стоит неплохо кстати надо сказать но по крайней мере даже если это все это дерьмо нельзя никуда приспособить по крайней мере его продать можно выгодно достаточно это уже не так плохо нам туда на ту сторону убивать я их не хочу что-то как-то точнее хочу но не рискну не не прорваться здесь боем не хватит у меня для этого силенок положит меня так ну-ка 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 блин ничего нету народ нет ничего что-то и так не играю так это не игра где твой ссаный плач блин куда-то его дел притурок тоже это не ломается этот ящик твою дивизию а в последнем доме ведь как как по стечению обстоятельств того согласитесь все там обшим она в последнем доме жесть просто жесть но отлично хоть нашли то хорошо так давайте оставшиеся дома обшим она так тут мы были коровник еще закупимся заодно там патрончиками ломается все это этот нож это холодняк скорее всего продаются подобное но они как правило без гарда идут без гарда это уже не холодняк пить не проблема только вопрос зачем он нужен такой для мирных целей особо не нужно я если просто кто не знал немножко увлекаюсь ножами сейчас уже не очень раньше увлекался прямо так вот более более это плотно интересно очень увлечение такое по своему ну я думаю что любой мужчина он в какой-то степени увлекается ножами практически любой посудом не пропадает точно не будет но если не увлекается то в ножи нравится любому мужику нормальному ну практически любом кроме может какого-нибудь и правда не понимаю почему упоминание ножей она всегда вызывает и куб отверт у людей что типа ну что как будто ножами только убивать можно ниже не только как в оружии используются но это не инструмент в какой-то степени он может быть полезен при туризме на рыбалке да на кухне даже элементарно хороший кухонный ножа вам скажу ребята тоже опять фриз тоже дело очень недешевая вообще нож хороший подарок другу допустим хоть и говорим принято говорить что она же дарить плохая примета но я считаю что это бред от хорошего ножа еще ни одному человеку плохо не стало ни одна дружба еще не развалилась если ты подаришь самому другому хороший нож то ничего кроме благодарности он испытывать не будет так ну что я если кто не понял возвращаюсь чтобы отдать этому самому дрону его самый плащ так я понял мне кажется это опять жажда да это плохо ребята у меня нету питья с собой бензинчику только если хлебануть энергетический напиток давайте выпьем блин нам придется через дорогу проходить тут не подняться так сохранимся что мне как-то с ножом то тут уже не уютно я прикольный мод все равно пусть этим разрабам уважуха как говорится правда не понимаю почему на первыми на stalker мод его можно было и на 2 на на приспособитель на 3 лучше на 3 на 2 лучше не надо там больно уж корявый движок сервариум кстати если кому интересно так иногда поигрываю уже начинает надоедать но это из-за того что пока мало оружия мало карт нормально нормально в этой версии но он начинает надоедать но при этом мое мнение не поменялось то есть это нормальная игра хороший сетевой шутер неплохой посмотрим выйдут новые патчи пока я особо не играю вот выйдет какой-нибудь патчик новый где там добавят что-нибудь хорошее там хотя бы пару пару новых пушек там карту может новую добавят я поиграю снова вот он это наш друг бритый там или как его так я похоже застрял не пугайте меня так я от stalker всего чего угодно готов ожидать что застряну с концами так ну что братюня здорово стал привет раздобыл плащ о вот ты молочага давай вы сюда деньги твои я уже приготовил как и договаривались кстати чуть не забыл твой отсутствие тебя один тип искал на иностранца похож на не военный сказал что очень нужно ему с тобой пообщаться предлагал ему тебя тут подождать но он ни в какую одним словом сказал что он заброшенной фабрики тебя будет ждать саму совершает опыт туда или нет иностранец говоришь ладно как буду все хороях узнает кто за тип такой а что ему от меня нужно все давайте бинт еще у него купим один торговать деньги у нас есть кстати не покупает он этот дрон канистры с горючим это что такое маринованные огурчики это у нас патроны 45 калибра кстати нашли мы много патронов 45 калибра это круто так давайте что сделаем во первых мне интересно просто да вот можно теперь у меня есть пистолет с глушителем правда для него а он что тоже 45 калибра 9 на 19 а вот у меня есть да ну лишняя пушка нам еще не по никогда не было давайте посмотрим статью винчестер но это не винчестер но у него принцип как увече стера заряд заряжены перезарядки полезная вещь вот наверно так и оставим чтобы это на ближний бой значит прикольно сделали прям видно как перезаряжают пять патронов нормально это это по-нашему правда видимо только на очень ближней дистанции валить ну кабанов под самый токс так и из него стрелять вот значит а нужно зайти к сидоровичу закупиться снарягой прикольный шансынщик какой-то играет прямо так это антураж хотя с вами не любитель этого жанра но в данной ситуации он неплохо вписывается так ну чё ты будешь нет так стволы чинишь починки брони давайте все починим так стоимость починки оружия первом слоте вот калашников он изнашивается но надо починить второй ствол тоже но и броню надо так мы что можно у него купить значит давайте купим патрончиков патроны для калашникова еще ребята никому не помешали и для дробовичка еще прикольно сколько стоит вот те раз ну ка да вы ребята с дуба рухнули десяточку мы конечно купим но блин это жесть и другие патроны для дробовые причем совсем дороже чем для калаша странно хотел казалось бы да ну ладно пока хватит наверное этого нам а да сам самое главное чуть не забыл так энергетику первых надо купить это что такое gps маячок понятно не нужно нам давайте пивка бутылочку возьмем раз уж воды у него нету старета пол где брать то воду если у него нету через жажды сдохну рано или поздно чё такое аргалетты но хапка у нас есть это чё что на бифштекс не с едой вообще все нормально но возьмем энергетики пиво я не уверен что пиво оно хорошо утоляет жажду в условиях игры но выхода сама нету вот так вот ну проветришься заходи так давайте переговорим еще с кем-нибудь вдруг торговать макаров бинты патроны блин а я не жарко нет и что палатка это давно стоит на одном и том же месте и выходит так что скорее всего помер он своей палатке водка тоже блин черт питья ни у кого нет ну ладно пока есть еще на ближайшее будущее хватит значит на этом эту серию заканчиваем пока в принципе мод мне в целом нравится играть интересно надеюсь что вам интересно смотреть оставайтесь на канале подписывайтесь если не подписаны чтобы не пропустить продолжение увидимся завтра всем до скорого всем пока пока пока